Слава нашему Господу! Я смотрю, осталось всего 10 дней до этого самого, может сказать, великого праздника, это когда родился наш Христос. И я лично в эти дни очень всегда стараюсь чувствовать внутри, как Бог во мне, что Он говорит, как Он там живет. И меня очень радуют эти дни, потому что, когда мы читаем Слово Божие, вы знаете, в эти дни очень много Бог говорил людям, и очень много Он являлся. Если мы начинаем вспоминать о Рождестве Христовом, мы можем видеть, сколько раз Бог говорил, как Он много раз лично являлся. И тема моей проповеди сегодня – это голос Божий. Мне хочется сегодня говорить о голосе Божьем, потому что это очень важно. Вы знаете, вот я уже сказал, что тогда, в те древние времена, Бог начал говорить. И мы помним, да, что Он всячески, и ангелы являлись, и Бог, звезда на небе явилась. Потом мы помним, что мудрецы с ними Бог говорил, Бог им являлся и направлял их на стези. Вы знаете, мне вот всегда, когда я читаю Божье Слово или разговариваю с людьми верующими, мне очень интересно истории, когда что-то Бог говорил человеку, как Он являлся к нему, как, может, кто-то видел ангела, может, кто-то слышал голос Божий, а может, просто кто-то слышал внутри себя что-то. И знаете, я вот определяю таких три, как основных, можно сказать, направления у Бога, когда Он говорит с человеком, Он может говорить как голосом, мы можем слышать такой настоящий голос Божий, но это редко бывает. Может ангел прийти, тоже, как сказать, редко очень. Но очень часто сегодня мне хочется именно говорить о том, когда Он говорит во внутренности нашей. Мне хочется, уже сегодня брат сказал, что вот есть внешняя оболочка, я так между нами ее называю внешний двор. Вы знаете, когда Писание говорит, что у нас наше тело – храм Святого Духа. Вот если взять храм, храм, он состоял из трех частей. Был внешний двор, внутренний двор и святое святых. И я так свое тело, я так между нами говоря, я называю внешний двор – это то, что люди видят внешне. Внутри – это что внутри меня. А святое святых – это мое сердце. И вы знаете, даже можно наши дома, дома определить на три части, даже простые дома. Дома, знаете, когда мы живем, есть внешний двор. Обычно вот я дома убираю внешний двор, я стараюсь там, чтобы все было видно. Но там еще есть внутренний двор, и там, когда зайдешь, там тоже можешь туда посмотреть. А еще есть святое святых, знаете, отдельная наша спальня, куда мы только там с женой ходим примерно. Так в каждом доме. И можно определить, так дома даже, что там определенные места есть. И смотришь, как оно устроено. И так Бог на нас смотрит, знаете, Он смотрит, что у нас внутри. Внешне Он дал нам возможность там украшать себя, следить за собою. Но вот внутренности, Он написано, Он проверяет внутренности из сердца человека. Ему очень важна внутренность наша, потому что внешность, она, как сказать, люди судят по внешности. Даже смотрим, иногда пророки ошибались. Они когда выбирали царя, они смотрели на внешность. Должен быть высокий, стройный, красивый. Но когда посмотрели на Давида, он был просто юноша, и Бог определил его царем. Не по внешним данным, вы знаете. И Бог смотрит на человека не по внешности. И я смотрю, если сравнивать в Библии, Бог смотрит все-таки на внутренность человека. И очень часто люди ошибались. Если смотреть пророков, некоторые были, может, не с волосами, некоторые выглядели. Павел говорит, что я носил на себе раны Иисуса Христа. Я представляю, как он выглядел. Он был весь избитый. Его множество раз били палками, били всякими. И он тонул, и множество раз был при смерти. Камнями его побивали. Я думаю, у него были шрамы на лице. У него было... Он выглядел не очень красиво. И когда посмотришь на него, я думаю, внешне он выглядел не как человек Божий, не как там благословенный. Я не думаю, что он носил дорогие одежды. И немного у него там детей было. Как сегодня, вы знаете, мы иногда смотрим. О, большая семья, там такой-то род, знаменитый такой. Есть много там проповедников, пастырей. И мы смотрим, вот это люди Божьи, как бы с ними и Бог. А смотрим, там человек один или два. Мы думаем, наверное, Бог не с ним. Мы как-то тоже так рассуждаем, вы знаете. И это было всегда. Это было всегда, когда люди так рассуждали. Но мы можем ошибаться, вы знаете, на внешность. Если мы смотрим на внешность, если даже на какие-то данные там. Я помню, я жил в Сакраменто, в Сеатле тоже. То определялись так, что пастыря должны иметь много денег. Большие дома красивые. И чем больше у тебя дом, чем больше у тебя машина, чем больше у тебя церковь, тем больше у тебя как бы Бог. Но было время совсем недавно, когда это все разрушилось. И те дома пришлось отдать в банки. И те машины пришлось вернуть. Вы знаете, все немножко поменялось. И наши теперь, как сказать, смотрят немножко по-другому. Что не по этим данным все-таки с нами Бог. И как же определить, когда с нами Бог. Я всегда так считаю, что нам надо... Мы сами не знаем, что внутри нас. Вы знаете, если человек не слышит голоса Божьего, он может ошибаться. Он может ошибаться. Он может думать о себе одно. Но на самом деле он есть другое. И нам очень важно слышать голос Божий. Написано в Писании, очень хорошее место. Я уже читал как-то на молитве, что овцы мои, они слышат голос мой. Я хочу зачитать все-таки Татьяна, 10 глава. Написаны такие слова. А входящие, 10 глава, 1 стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит, и где тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его. И Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, а они не поняли, что такое Он говорит им. И мы знаете, Христос часто сравнивал Бога с пастырем, а людей с овцами. Были такие моменты, когда Он посмотрел на множество народу и сказал такую фразу, что они как овцы, не имеющие пастыря. И вы знаете, мне пришло с детства очень много с овцами быть. И я вот сегодня хочу говорить о том, что я знаю. Вы знаете, как-то я размышлял, о чем мне говорить. И вот я не хвалюсь, но я часто слышал голос Божий. И я вот с овцами много провел время. И вы знаете, да, овцы знают голос пастыря. Я знаю, были моменты, когда мы пастли овец, у нас были овцы, у других людей. Мы сходились вместе на поле, вместе их пастли. И потом, под конец дня, мы свободно просто говорили, называли по имени. И они все приходили, мои овцы, ко мне, а их овцы к ним. И никогда не было такого, чтобы овца пошла к другому или прибилась к другому стаду. У нас не было этих проблем. Почему? Потому что овцы знали голос мой. Они к другому не шли. Они шли туда, куда я их звал. И вы знаете, я так наблюдал на овцами, они не знают, где злачные пажити. Они не знают, где хорошая трава, их надо туда привезти. Овцы, они не знают, где водопой. Нужно идти впереди их. Они идут за тобой, они тебе доверяют. Они знают, что пастырь приведет их на злачные пажити. Они знают, что пастырь приведет их к водам тихим. Так написано в Писании, вы знаете. И мы должны доверять нашему пастырю. Наш Отец, наш Бог, наш Дух, Дух Святой, Сын, они должны нас привести туда, куда мы должны идти. И мы должны быть кроткими, овцы они кроткие, смиренные, вы знаете, они не как козлы, они не как козы. Козы они там понимают, сами куда хотят идут, считают, что сами могут что-то найти. И они такие в своих глазах умные, и они иногда там падают с обрыва, и овцы вместе с ними. Но овцы не могут по горам, вы знаете, и они разбиваются. И если идти за козлами, за козами, то можно не туда дойти. Поэтому лучше идти за пастырем. И пастырь, он знает, где вода, где хорошая трава. И нам нужен голос Божий знать, иначе мы не знаем, куда мы идем, иначе мы не знаем, за кем мы идем. И мы можем, знаете, есть хорошие очень учения, есть хорошие очень направления, люди очень мудро объясняют, но мы можем заблудиться, если мы не идем за тем пастырем, за которым надо. Он может нас не туда завести. Поэтому нам очень важно слышать голос его, и знать голос его, и различать голоса. Вы знаете, в Библии очень много мест про голос Божий. Но я как бы сказать, хочу сказать, что... Вот Давид пишет хорошие слова, я хочу просто их зачитать. В 16-м салме он говорит такие слова, в 7-м стишке. Благословлю Господа, вразумляющего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Представляете, он и дальше говорит, всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесну и меня, не поколеблюсь. Нам нужен Бог, дорогие друзья. Вы знаете, Давидом был близко Бог, он всегда его чувствовал рядом, он видел его, и он слышал его. Бог его всегда наставлял, Бог его всегда научал. И даже внутренности ночью, даже он говорит, и ночью даже, одесну и меня, Он учит меня даже ночью. Представляете, Давид просыпался, и он в своей внутренности искал, что сказал Господь. Он в своих мыслях пытался думать о Боге. И это очень важно было для него, потому что он знал, что без Бога он не проживет. Без Бога он не как овца, она без пастыря. Я помню, иногда спрячутся от овец, они посмотрят, нет пастыря, они сразу испугаются. Они мечутся, знаете, им нужен пастырь. Им нужно знать, они боятся, хотя волков рядом нет, вы знаете, у нас там в Крыму не было волков. Никто как бы не ворует, но у них страх. И у нас должен быть такой страх, дорогие друзья, если мы где-то пошли без Бога. Если мы что-то делаем не так, на нас должен находить страх. Если мы в какой-то грех впали, нужен прийти страх. Вы знаете, я просто хочу сказать, что во все времена Бог говорил людям и выбирал людей. И я вот хочу прочитать одну историю про одном человеке, как Бог интересно ему говорил. Это в Старом Завете, конечно, но это все равно Бог. И все равно очень интересно. Я хочу прочитать книгу Судей. Мне сказали, что у меня есть немного времени. Я хочу прочитать книгу Судей. И тут написаны такие слова. Судей, 6 глава. В общем, написана такая 6 главы. Прямо сначала я прочитаю. Сыны Израилевы стали делать, опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Мадимитян на 7 лет. Тяжела была рука Мадимитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от Мадимитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут Мадимитяне и Амаликяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израиля ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своими, с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, и верблюдам их не было числа, ходили по земле израильской, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль Мадимитян. И возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на Мадимитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал так. Говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетающих вас, и прогнал их от вас, и дал вам землю их. И сказал вам, я Господь, Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали глаза моего. И пришел ангел Господь и сел в Афре под дубом, принадлежащем Иоасу, потомку Авизерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Точили, чтобы скрыться от Мадимитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас руки Мадимитян. Господь, возрев на него, сказал, не с силою эту Твоею спаси Израиля от руки Мадимитян. Я посылаю Тебя. Гедеон сказал ему, Господи, Господи, как спасу я Израиля? Вот я и племя мое в колене Масином, самое бедное, и в доме отца моего младший я. И сказал ему, Господь, я буду с Тобою, и Ты пораздержишь Мадимитян, как одного человека. Гедеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мной. Не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе, и не принесу дара моего, и не предложу Тебе, сказал он, я останусь до возвращения Твоего. Гедеон пошел, приготовил козленка и опрес на кофе, съев и муки, мясо положил в корзину и похлебку влил в горшок, и принес к нему под дуб и предложил, и сказал ему, ангел Божий, возьми мясо и опреснок, и положи на сей камень, и вылей похлебку. И он так и сделал. Ангел Господень простил конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опреснок, и ангел Господень открыл, скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему, мир Тебе, не бойся, не умрешь. И так дальше. Вот интересная история, представляете, тот Гедеон, он был младший в своем колене, написано, что колено было малое. Я думаю, в те времена люди смотрели, как Бог благословляет колено. Наверное, там было колено Иудина, были еще всякие колено, которые были большие, многочисленные, благословенные. Может быть, это были священнические колена. И больше Бог был с ними, и считалось, что там Бог может с этими людьми левее колено, может быть, считалось главным. И так люди рассуждали. И он много о себе не думал, он даже толком и не знал, что он муж сильный. Он не видел в себе никакой силы, он не замечал за собой ничего особенного, вы знаете. Он просто, как все, скрывался где-то, как все текал от этих мобедитян. И где-то там скрывался, чтобы не видели мобедитяне это, молол это пшено, или что он там делал. И, в общем, он знал, что Бог предал их. Но тут Бог говорит ему, я с тобою. И его это удивило, вы знаете. Его удивило, думает, если ты со мной, ты с нами, почему мы в таком положении? Сегодня, вы знаете, ты можешь сидеть здесь и думать, тоже с тобой нет Бога. Мы иногда, знаете, попадаем в какие-то проблемы. Может быть, у нас не так все хорошо получается. Может, у нас не так все хорошо, как у других. И можем думать, ну, где же Бог? Где же Бог? Почему Он на нас забыл? Почему Он не смотрит за нас? Ну, я вам скажу, Бог с нами, Бог рядом. Бог не оставляет нас. Иначе бы мы исчезли, иначе бы мы умерли. И я верю, что Бог с нами. Вы знаете, Он сейчас даже здесь. Он сегодня дал нам это слово. И Он смотрит за нами. Он наставляет нас, как Он наставлял Давида. Он наставляет нас. Если мы открыли свои уши, если мы внимательны, то Бог наставляет нас. Он не оставляет нас. И я верю, что Он нам дал Духа Святого, который напоминает нам о Боге, который нам помогает, который, написано, научает, напоминает. Он дал нам помощника. И мы очень благословенные люди. Мы только должны внимательно за этим смотреть. Вы знаете, этот Гедеон, меня, конечно, удивило, что он, я представляю эту картину, бедный тот ангел, пришлось долго ждать, пока он козленка приготовит. Я вообще не знаю, как заставить Бога ждать. Если бы ко мне явился Бог, я бы ни в коем случае не сказал, подожди, я тебя приготовлю покушать. Я просто представляю эту картину. Он готовил кушать. Просто по своему разуму он рассуждал. Ему хотелось сделать что-то хорошее. Он не думает даже, что это же Бог, он не будет кушать то, что ты ему приготовишь. Он старался, наверное, вкусно это сделать. Он старался, наверное, удивить этого ангела. Думает, сейчас он покушает, и он сказал, о, вкусно ты готовишь. Может, это он умел. Почему он так пошел туда, я не могу понять, конечно. Так же самое с Авраамом было. Когда ангелы пришли к нему, он осознавал, что это от Бога. Опять же он начал угощать их, опять начал их кормить. Видно, в те времена у человека много чего не было, но только было то, что покушать. И человек просто от своей доброты душевной хотел хоть что-то дать, хоть что-то. Особо ничего не было, может, ни золота, ничего. Написано, что даже козленка где-то, не знаю, он прятал, потому что там у них скот весь забирали. Скот забирали. Написано, что у них не было никакого скота, потому что эти мадевитяне, они все забирали. Наверное, он этого козленка где-то хранил, где-то прятал его. И это было все, что у него было. Вы знаете, это самое большое богатство для него было. И он решил, что если Бог посмотрит, он надает самое дорогое, что у меня есть, этого козленка, которого я хранил, которого я прятал. И вот я его отдаю. Я ждал на какой-то там праздник, я ждал на какой-то, может, день рождения. Но сегодня самый великий день для меня, я отдаю все, что у меня есть. И он приносит со своей, знаете, с доброты своей. И ангел просто говорит, выли это, говорит, на камень. Вот эту похлебку, что ты сделал, может, очень вкусная, даже не попробуй, выли. Он слушается, выливает. И тут сходит огонь, и все сгорает. И исчезает этот ангел. И, конечно, тогда ему шок. Шок приходит. И вот смотрите, тут было явление ангела. Но меня удивляет, что когда ангел ушел, с ним начинает говорить Бог. Написано, и сказал Господь ему. Больше, когда уже ангел отошел, уже ангела не стало, Бог все равно был с ним. И начал говорить ему. И мы знаем, что дальше, когда Бог ему говорил, он делал великие дела. У него пропал страх. У него пропало все, что у него раньше присуще было, его характеру. Вот эти, знаете, страхи всякие. И он с Богом потерял страх, потому что он начал доверять Богу. Слушая Бога, дорогие друзья, мы потеряем страх. И когда мы слушаем Бога, мы делаем героические поступки. Иначе наша жизнь, вы знаете, она неинтересная. Она ненужная. Мы просто живем, как все люди. Если мы просто живем, у нас даже все хорошо. У нас там в домах порядок, все устройство, знаете. Это простая, зря прожитая жизнь. Но если с нами заговорит Бог, мы будем делать что-то такое особенное. Мы пойдем куда-куда-то и будем делать что-то такое, что люди даже не поверят, что мы на это способны. Мы даже сами не поверим себе, что мы делаем. Поэтому нам очень нужно слышать голос Божий. И я так смотрю, вы знаете, как его слышать? Как так, чтобы он с нами заговорил? И я знаю, вы знаете, немножко, немножко знаю, потому что со мной много раз говорил Бог. И всегда, когда говорил, я помню, я просто смирял сам себя. Знаете, Моисеем Бог говорил глаз на глаз. И кто был Моисей? Самый кроткий человек. Кротчащий человек на той земле в то время. Поэтому никто никогда не видел так близко Бога. Никто никогда не слышал так голоса Божия. И сколько раз Бог обращался к нему. Я смотрю, книга Моисеева всегда говорит, и так говорит Господь. И так сказал Господь Моисеев. Множество, множество раз мы слышим, как долго Бог с ним говорил. Иногда целыми днями. И множество, множество. И этот человек очень долго общался с Богом. Почему? Потому что он был кроткий. Вы знаете, дорогие друзья, нам нужна кротость. Нам нужно смирение. Нужно смирять самого себя. На вид может человек быть гордым. Но ты не знаешь, что внутри человека. Бог только знает. По виду, знаете, может человек как бы и наглый показаться. Но внутри человека Бог смотрит внутренность нашу. Он смотрит и следит за внутренностью нашей. Если мы сами будем себя смирять. Если мы сами. Я вот недавно слышал такую историю. Одна девушка. Она, с ней страшное что-то произошло. У меня не было так много детей здесь. Ну, в общем, когда она умирала, она почувствовала, что она умирает. И она просто, она была неверующая. И она сказала, Боже, прости меня. Она поняла, что она грешница. К сожалению, вы знаете, очень часто люди хотят говорить с Богом уже в последний момент своей жизни. Проживя жизнь, знаете, им хочется все-таки, хоть в конце, у них как-то реальность приходит. Особенно перед смертью. К сожалению. И люди начинают тогда, о, мне нужен Бог. И даже самые неверующие люди там на войне, когда бывают убиты. Если у них есть несколько секунд, они кричат имя Бога. И просят, чтобы Бог им помог. В самый последний момент. Но лучше, вы знаете, когда мы еще в хорошем здравии, и у нас еще есть много времени, и мы можем просто к Богу обращаться. Но, понимаете, когда в последний момент, когда человеку уже все равно, человеку все равно, что будет с ним. Ему важно, чтобы его душа не пошла в ад. Ему приходит страх, ему приходит нужда. И он тогда в таком критическом положении, что он просто вся внутренность его взывает к Богу. Хорошо, если бы у нас так научили, мы научили так себе жить в своей жизни, чтобы наша внутренность взывала к Богу. Мы когда читаем про Давида, его внутренность всегда жаждала Бога. Она всегда искала Бога. Он не мог быть без Бога. Он не представлял своей жизни без Бога. И так должны и мы, дорогие друзья. И вот эта женщина, она возопила к Богу. И Бог услышал ее. И ей там оторвало на гранате руку и ногу. И она осталась без руки и ноги. Но там даже, когда ее привезли в госпиталь, все считали, она уже должна умереть. Но она имела надежду на Бога. Неверующий человек. И потом долго делали операцию. И она там осколков много. Ну, в общем, было ужасно очень. Все с ней. Но она все-таки как-то жаждала Бога. Она искала Бога. Она не знала ничего о Боге. И к ней начали приходить верующие. И она вспоминает эти прекрасные дни, как они к ней приходили. Ей стало хорошо. Она покаялась. Ее научили молиться. Она, говорит, удивилась, говорит, когда верующие начали молиться, что они молились так же, как и она. Они просто говорили молитвы, слова. Потому что она думала, как-то надо особенно. А оказывается, она тоже когда-то молилась. Она даже не знала, что она молилась. Вы знаете, и она покаялась. И Бог крестил ее Духом Святым. Она обрадовалась. И она теперь говорит, вот я вспоминаю свою жизнь до того момента, когда у меня были руки, ноги. И я и шла в ад. И я не знала Бога. И я не знала голоса Божия. И я не имела отношения с Богом. Я бы поменяла, говорит. Я бы не хотела так жить с руками и ногами. Лучше без рук, без ног, но с Богом. И вы знаете, есть много таких случаев. Я люблю на Ютубе смотреть, когда люди слышат Бога. И я много встречаю людей без рук, без ног. У одного было там, у него гангрена. У него постоянно руки-ноги отрезали. И он много раз операции делал. И в один момент он покаялся. И у него уже там очень мало осталось от руки, от ноги. И он сейчас там создал целую компанию, комбайн отремонтировал, косит, сеет. И собирает таких без рук, без ног, за ними смотрит. И он такой радостный. И тоже рассказывает. Говорит, я лучше без рук, без ног, но Богу служить, чем с руками и ногами в аду быть. Дорогие друзья, у нас есть руки и ноги. У нас есть прекрасная возможность слышать голос Божий. И делать дело Божье. И я хочу сказать, что можно много говорить, как слышать Бога. И я вот иногда мечтаю, вы знаете, там в Библии читаю, что были такие школы пророков. Я бы пошел, знаете, в школу не пророков, может быть, а в школу, как слышать голос Божий. Если была бы такая школа, и она научила меня, как правильно и как всегда слышать голос Божий. Потому что я знаю, голос Божий звучит всегда. Он всегда говорит нам, но мы его не слышим. Вы знаете, если внимательно читать, когда Христос был, он ходил по этой земле, и голос звучал. И некоторые слышали просто как гром. Другие говорили, это ангел говорил с ним. Но вы знаете, голос Божий даже мне нравится, когда Бог, Божий голос сказал себе, Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Это было для него, это было для Христа важно, слышать голос Божий. Ему было приятно, знаете, когда сам Бог сказал, что ты мой Сын, и в тебе мое благоволение. И нам очень важно, что о нас говорит Бог. В нашей жизни нужно знать, Сын ли ты, благоволение ли в твоей жизни. Вы знаете, нам важно слышать голос Божий. Почему Христос так верно служил Богу? Почему Он так себя вел? Потому что Он постоянно слышал голос Божий. Бог Ему все напоминал, я люблю тебя, ты мой Сын. И Он много подтверждал это чудесами, знамениями. Так и в нашей жизни, дорогие, это наш путь, наше дело слышать голос Божий. И без Бога ничего не делать. Внимательный быть в внутренностях наших, хранить свою внутренность, свое, как сказать, святое святых, сердце свое написано хранить. И дай Бог нам больше об этом думать, особенно в эти праздничные дни, когда голос Божий столько звучал, было столько знамений. Давайте вспоминать, что Бог, Он хочет с нами общаться. Надо знать, что Он о нас думает. Иначе мы не знаем, что правильно делать, и куда идти, и чем заниматься. Но если голос Божий прозвучит в нас, мы будем удивлены, что мы это делаем. И Бог будет радоваться, и мы будем радоваться, и мы будем счастливы. Вы знаете, без голоса Божия нет счастья. Я считаю, что если ты живешь, и ты оправдуешь себя своими добрыми делами, своими, как сказать, ложными надеждами, это еще не факт. Но важно, что тебе сказал Господь. Важно, что ты услышал от Бога. Важно, какой голос прозвучал для тебя. И когда Он тебе говорит, ты сын мой возлюбленный, и в тебе мое благоволение, о, тогда я поверю, это хорошо, это истина. Но если ты просто сам о себе думаешь, что ты хороший, что ты много молишься, много постишься, много денег даешь, всю жизнь верующий, это еще не факт. Тебе нужно слышать голос Божий. Тебе нужно знать, что Бог думает о тебе. Тебе нужно знать, что Он хочет от тебя, и что ты должен делать. Потому что без Бога мы ничего не знаем. Да благословит нас Господь. Помолимся.